дорогие друзья здравствуйте и раз всех вас приветствовать на канале смартфон чайная и сегодня у нас видео по ремонту смартфона xiaomi redmi 3s что с ним случилось смартфон утонул люди позвонили мне спросили что делать я говорю срочно выключайте не пользуйтесь ничего не делаете и несите мне будем смотреть в случаях утопления всегда нужно сразу же максимально быстро выключить смартфон если он все еще работает вы его достали из воды и нести в мастерскую потому что вода если он не влагозащищенный попала внутрь и по любому какие то есть последствия надо смотреть сколько он проработал и работал после этого я так и не понял в общем достаточно сумбурно владелец мне все объяснил но в общем я его единственное что немножко крышку приоткрыл чтобы на кадре не говоря сейчас мы будем с вами смотреть что собственно произошло так открываем видим водичку сразу же году особенно крышку и надо вода вода присутствует так стерли но не особо много что радует сейчас будем смотреть так также разводы вот на батарейки есть у нас воды этим их тоже сотрем сразу же сюда наверно точно попал где юсби давайте с него и начнем снимаем нижнюю плату чем опасно собственно утопление почему многие люди этого не знают и проще продолжают пользоваться смартфоном даже если они друг его достали из воды он них работает думаю то пронесло все классно все четко нет друзья если вода попала внутрь она со временем свое дело сделает а именно дорожки окислится если попал на плату влага все это дело попортит и у вас неизбежно аппарат откажется работать через какое-то время но если конечно то попала именно для этого чтобы выяснить размер детства и нужно сразу же его нести в мастерскую и в общем-то смотреть внутрь ему я вам уже рассказывал был у меня случай что за минут второй попал достаточно долго и на плату вода не попала попал только на экран так вот видите обратите внимание сейчас покажу марочка есть такая же как на айфонах такая же как везде это марка попадание внутри воды индикатор и тем красном цвета стал значит вода здесь была баллась была здесь влага и он покраснел плохо на нижнюю плату в общем вода сделает свое дело в любом случае радоваться тому что у вас смартфон работает после выхода вы достали особо особо короче нечему нет поводу для радости все равно разбирать все равно смотреть вот таким образом так что мы видим тут по первым признакам вроде бы много воды здесь не было но естественно разъем юсби у него попал вода конечно же поэтому марка стала красной вот здесь вижу следы окисление окислившиеся есть немножко элементы плохо так сейчас я посмотрю под увеличением это друзья посмотрел я вот если можете видеть сейчас я подсвечу хорошенько видите как у этого разъема окислились контакты слава богу вроде бы там никаких следов нету ни короткого замука ничего просто сильно окислившиеся сейчас мы все это почистим но нам неизбежно сейчас придется снять верхнюю плату чтобы посмотреть есть там вода или нет также отвинтил я все винты давайте снимать крышку смотрим к счастью к счастью воды я нигде здесь не вижу по утверждению кстати пользователя около двух минут он пробовал воде вот тут вижу буду смотрите я думаю видно да вот здесь окислы это плохо давайте дальше откинем разъем здесь все нормально плату все-таки придется тоже снять чтобы посмотреть на ту сторону сделать чтобы быть уверенным полностью что воды нет нигде то есть скорее вот здесь вот влагу вижу на шлейфе тача нужно успел слегка позеленить да опять же смотрите подсвечу видно да зеленый стал основную плату так это у нас sim reader здесь водичка погуляла точно так же погуляла водичка и здесь на разъеме опять подсвечу вам было лучше видно процессор у нас закрыт туда очевидно вода не попала вот с разъема общем sim card проникла здесь вот чуть-чуть зелененькая на плате вижу так ну что же будем сейчас это дело все удалять и чистить ну что ж друзья почистил я наш аппарат в общем что пострадал он пострадал значит основной шлейф который идет от верхней платы книги вот здесь и под динамской платы разъем который мы показывал пострадал вот это вот разъем сенсора отпечатка пальца он и здесь окислился и окислился на самом шлифе вот здесь вот на крышке тоже все было почищено все вычищено убраны окислы также сильно достаточно окислился шлейф сенсора экрана то есть сюда тоже попала вода и там же все было зелененькое такое даже черненькое короче говоря все это было почищено слава богу не пострадали разъема экрана и разъем батареи не пострадали вот здесь вот довольно таки сильные повреждения вроде бы зарядка он берет сейчас я проверил но в случае чего может быть нижнюю плату придется заменить сейчас я его соберу и мы уже проверим его на работоспособность на звонки зарядку он берет вроде бы нормально сейчас он у меня заряжался так ну чтож завинтили все винтики цепляем сенсор пальца будем запускать зацепили знаете пока на ухо закрывать не будем чуть-чуть оставим на всякий случай так где у нас включаем с богом как говорится друзья так вот надо быть осторожным а если неприятно случилось у вас сразу же идти в мастерскую потому что разрушение очень быстро начинается дорожек тем более сами видели влага там еще оставалось когда влага остается она там неизбежно выносит свои негативные изменения во все это конечно на дорожке то что попало тоже ничего хорошего нету так что у нас включился включился сеть показывает смотрим показывает так а санса надо кричит что что палец не ваш так давайте попробуем позвонить на него звуком один два раз раз один два три четыре пять шесть микрофончик закрыть сейчас сейчас защелким прям режиме реального времени так датчики датчики работают так сейчас проверим микрофон один два раз один два раз раз два три все отлично теперь динамик громкость один два раз два три четыре пять шесть семь один два все великолепно все работает ну что друзья вот так вот вроде бы спасли мой аппарат это не может не радовать но конечно надо быть аккуратным еще раз повторю окислы все я почистил надеюсь будет все хорошо нужды ультразвуковой ванне там не было таких уж очень больших повреждений на самой плате к счастью не было шлифы почистить это не так сложно но тем не менее это обязательно нужно делать ну что друзья вот так вот примерно это выглядит всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал до новых встреч пока до новых встреч пока до новых встреч